А теперь, друзья, давайте перейдем к уже традиционной практической части нашего занятия и обратимся к тексту из Евангелия от Иоанна, первая глава стихи с 1 по 18. Иоанна 1, 1, 18. На основании этого текста я хотел бы, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Во-первых, что связывает данный текст с Ветхим Заветом? Какой свет он проливает на историю спасения? Итак, что связывает его с Ветхим Заветом? Какой свет он проливает на историю спасения? И насколько данный текст актуален для читателей? Однако прежде, давайте рассмотрим несколько общих моментов, связанных с Иоанна 1, 1, 18. Данный текст считается прологом Евангелия от Иоанна. И как таковой, он воспринимается в рекурсивной манере. А именно, пролог — это предисловие, которое настраивает читателя на понимание остального текста Евангелия. При этом знакомство с остальным текстом способствует лучшему пониманию пролога. Таким образом, повторное чтение пролога углубляет его понимание, что в свою очередь проливает дополнительный свет на остальной текст Евангелия, который при повторном чтении раскрывается еще больше, заставляет снова вернуться к прологу и открыть для себя его новые грани. Понимаете, о чем я? Именно так возникает эффект рекурсии. Что касается самого Евангелия и цели его написания, то цель эта обозначена в Иоанна 20, стихах 30-31. Много сотворил Иисус предучениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». В соответствии с грамматикой греческого языка это можно было бы перевести так, «Дабы вы уверовали во имя Его», или «Дабы вы продолжали веровать во имя Его». Отсюда разногласия богословов по поводу того, для кого было написано данное Евангелие. «Дабы они уверовали во Иисуса и имели жизнь вечную во имя Его». Или же для верующих, чтобы они продолжали стоять в вере. Особенно если учесть, что в тот исторический период многих из них выгоняли из синагог, многие подвергались иудейским преследованиям. Похоже, читательская аудитория здесь смешанная, но состоит и из евреевы, и из язычников. Ибо если обратиться к Иоанна 41.1, где говорится об Иисусе и первых учениках, мы читаем о том, что Андрей находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Итак, Евангелие от Иоанна объясняет, что значит «Мессия», что может означать, что это предназначено в том числе и для язычников. «Однако кто они, христиане или же те, кому благовествуют?» Полагаю, что это не столь важно, если речь, конечно, не идет об актуальности для целевой аудитории. Ну что ж, друзья, давайте сначала прочтем Иоанна 1.1.18, а затем вместе обсудим этот классический христологический текст. Мне был задан интересный вопрос по поводу того, на что, с точки зрения библейского богословия, следует обращать внимание при анализе библейского текста. Существуют ли некие общие моменты, которые необходимо учитывать при работе с Писанием в принципе, если мы хотим применять его, как этого требует библейское богословие? Обычно при работе с текстом я смотрю, нет ли в нем аллюзий на или цитат из предшествующих книг Библии, отражающих взаимосвязь изучаемого текста с более ранними событиями библейской истории. На такую взаимосвязь, в частности, указывают те или иные языковые выражения и конструкции, а также заключенные в тексте образы, показывающие исторические фрагменты взаимоотношений Бога и Его народа. Помните, мы должны рассматривать текст в контексте, в рамках его литературного окружения, соответствующие книги, канона в целом, а также развитие истории искупления. Затем я пытаюсь ответить на вопрос, каково место данного отрывка в истории искупления, в развитии библейского сюжета. Дальше следует обратить внимание на наличие или отсутствие прерывности и преемственности в рамках того же библейского сюжета и развития истории искупления. Актуален ли исследуемый текст для меня непосредственно в моей ситуации? Или же он устарел с точки зрения прогрессивного откровения? Это особенно касается ветхозаветных текстов, которые ссылаются на еще более ранние фрагменты Ветхого Завета. Так устройство и убранство храма во многом перекликается с устройством скинии. Но пришел Христос, и с Его пришествием наше представление о храме радикально меняется. А значит, следует выявить элементы преемственности и прерывности, столь важные для правильного понимания и применения данного текста. Ну что же, а теперь давайте перейдем к одному из величайших фрагментов Священного Писания. До сих пор мы уже рассмотрели два ключевых христологических текста Нового Завета. Текста, представляющих Иисуса Христа как всецело Бога и всецело человека. Филиппийцам 2.5.11, Евреям 1.2 и далее Иоанна 1.1.18. Это классические тексты, которые традиционно служат библейским обоснованием христианского учения о воплощении. Это, так сказать, доказательная база, на которую опираются богословы. Вопрос первый. Что связывает наш текст с Ветхим Заветом? Вопрос непростой, правда? Первые три слова. Первые два слова. Почему вы так думаете? В начале было слово. И это переключает наше внимание на что? Бытие 1.1. Бытие 1.1. В начале Бог. Кстати, в греческом переводе Ветхого Завета это звучит еще яснее. Эн-архи. В начале. И далее идея о том, что слово было у Бога. Бог творит словом. Потом мы также узнаем, что слово было не только у Бога, и было Бог, но и то, что им все начало быть. Поэтому, да, несмотря на отсутствие прямой цитаты из Ветхого Завета, обращение к нему логически требует само содержание текста. Что еще? Псалом 32.6. Словом Господа сотворены небеса. Да, мысль о том, что слово – инструмент Божьего творения. Сотворение. Пожалуйста, еще комментарий. Здесь есть не только прямое упоминание Моисея, но и фразы, связанные с его именем. Вот, например, «пришел к своим, и свои его не приняли». Каким образом слова о том, что «пришел к своим, и свои его не приняли», связаны с Ветхим Заветом? Израильтяне отвергли Моисея. Часто в Ветхозаветной истории Израиля этот народ архетипично, например, в пустыне, где люди отлили золотого тельца, и так далее, раз за разом отвращался от Бога. И лишь некоторые сохраняли верность Богу. И так он пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Это и есть тот самый верный остаток. Все это, безусловно, перекликается и с Ветхим Заветом, и с историей спасения. Кроме того, непосредственное упоминание Моисея, закона, благодати, милости и истины – это величайшие понятия Завета, фундаментальные понятия Завета. При этом возникает вопрос. Иоанн не говорит об этом прямо, потому что знает, что его будут читать в том числе и не евреи. Поэтому он излагает историю спасения, избегая при этом прямых ветхозаветных выражений. Вспомните Павла, проповедующего в Ариапаге в Деяниях 17 по Ветхому Завету. Но не ветхозаветным языком. Если он кого-то прямо и цитирует, так это поэтов-язычников. Тем не менее, речь его проникнута ветхозаветной истиной. У меня по этому поводу как раз есть вопрос. На занятиях по философии профессор употреблял термин «логос». Получается, что это греческая контекстуализация. Ведь такое характеризует типично греческое мышление. Павел изъясняется, излагает Евангелие с помощью понятий греческого мировоззрения. Отличный вопрос. В изучении текстов, написанных Иоанном, был период, примерно веком раньше, когда в Евангелии от Иоанна не усматривали почти ничего еврейского. «Логос» — понятие греческое. Оно ассоциируется с Гераклитом, со стойками. «Логос» подразумевает разум. Иначе говоря, вначале был разум. «Логос» — рациональность. И этот «Логос» был у Бога. Со времен Второй мировой войны стали постепенно открывать еврейский характер этого Евангелия, так как после войны были обнаружены свитки Мертвого моря. И установлено, что евреям того времени был вполне привычен язык Евангелия от Иоанна, и даже прежде, чем оно появилось. Например, им было знакомо противопоставление тьмы и света, и так далее. Но и в конце концов, если подумать, то Иоанна 1.1 во многом созвучно «Бытию 1.1». Таким образом, начал скрываться еврейский характер этого Евангелия. Что до меня, то лично я не вижу необходимости в противопоставлении. Я разделяю мнение Иоанна Златоуста, епископа Константинопольского, который еще в V-VI веках говорил, «Евангелие от Иоанна подобно водоему, в который ребенок может перейти вброд, и в котором может плавать слон». То есть, язык его невероятно прост. Однако, чем больше в него углубляешься, тем больше понимаешь, насколько многослойно это Евангелие, насколько оно основательно. Следовательно, мысль о том, что Евангелие от Иоанна представляет собой многоуровневый текст, ориентированный на разную аудиторию, написанный языком, понятным широкому кругу читателей, имеет определенные основания. Я ответил на ваш вопрос. На уроке греческого мы читали комментарии относительно фразы «благодать и истина». Эта фраза традиционно употреблялась в отношении Бога Отца Ветхого Завета. Не вызывает сомнений, что евреям это было ясно и понятно. А как, с вашей точки зрения, ее могли воспринимать греки? Возможно, слова «благодать и истина» отзовутся у язычников иначе, чем у евреев. Хотя понятие истины наверняка будет не новым. Что касается евреев, то им это все хорошо знакомо. Однако тот факт, что в данном Евангелии раскрываются отдельные ключевые понятия еврейского народа, например, Иоанна 1, 41, с самого начала указывает на то, что оно предназначено не только для евреев. У Иоанна мы читаем «Бога не видел никто никогда, Христос его явил». А у Исаии написано «Нет иного Бога, и нет подобного мне». Он – уникальный Бог. Здесь же актуализируется и понятие «единородство». Традиционно соответствующее слово переводится как «единородный», но все чаще выражается словами «уникальный», «единственный». И думаю, этим подчеркивается именно неповторимость, уникальность сына, сына, покоящегося на груди отца. По-видимому, это еврейское идиомо. Буквально это обозначает «рядом с отцом». Хотел посмотреть буквальное значение, но, похоже, его здесь нет. Примечание мы читаем на груди отца. Это выражает близость, близкие отношения, уникальность сына. Какой еще связь с историей спасения обнаруживает наш текст? Исайя 49,6 «Сделаю тебя светом народу, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Ибо свет и жизнь заключены в этом слове. Слово «обитало» в греческом переводе Ветхого Завета выражает то же значение, что и обитание, пребывание Бога в Скинии и поставь Скинию для сего народа. Так вот, Христос и есть та самая Скиния Божия. Таковой служит Его плоть. В одном из последних комментариев вы упомянули Иоанна 1,13, в котором говорится «но от Бога родились». И Адам был рожден от Бога. Да, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Как вы думаете, насколько этот пролог актуален для тех, кому он был адресован? Разумеется, все зависит от того, кто его читает. Верующие люди или же этот текст ориентирован преимущественно на неверующих? Если он адресован евреям, то они видят в нем исполнение ветхозаветных божьих обетований. В одном этом человеке он представляет собой нечто кульминационное. По выражению Николаса Райта, «Сей Иисус» кульминация Израиля. А теперь давайте представим, что это Евангелие читают христиане. Насколько обсуждаемый пролог будет актуальным для них? Если Иоанн призывает христиан хранить веру, вопрос непростой, ибо он предполагает некоторое знакомство с личностью самого Иоанна. Мне кажется, важно осознавать, насколько мы любимы Богом. Это главная тема у Иоанна. Его имя ассоциируется именно с любовью. Да, те, кто принял его, стали не рабами божьими, правда? А чадами божьими. Здесь мы наблюдаем противопоставление. Противопоставление между Торой, жизнью под законом, и Иисусом Христом. Зачем отходить от этого? Продолжайте хранить верность. Держитесь за него. А сохранить верность вам поможет правильное понимание того, кто он такой. Похожие мысли, выраженные в стихе 17-м, где говорится, что закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. То есть, мы связаны с Богом благодатью и истиной, а не законом. Действительно, Христос и закон стоят не на одном уровне, не так ли? В этом тексте видна динамика. Постепенное движение от закона к благодати и истине Иисуса Христа. И к этому мы еще вернемся. У меня вопрос. В 18-м стихе написано, что Бога не видел никто никогда. А мне, знаете, всегда казалось, что Бога видел Адам. Возможно, это лишь мой домысел, но ведь они так близко общались. Было бы странно, если бы Адам при этом его не видел. Как же стоит понимать это? Буквально или фигурально? Полагаю, Ветхий Завет последовательно говорит нам о том, что за пределами Эдема Бога невозможно увидеть, не преобразившись. Чтобы увидеть Бога, мы должны измениться антологически. Именно поэтому христиане живут надеждой преобразиться, как чадо Божие в первом Иоанна 3, очистить себя настолько, насколько чист Он, дабы узреть Его. Итак, когда в Библии говорится о том, что люди видели Бога, то, что они видели? Облако, огненный столб, слышали голос. Во Второзаконии 4 мы читаем о том, что когда Господь говорил о Среде Огня, глаз слов Его они слышали, но образа не видели. Что же касается бытия 2-3, где описывается жизнь Адама и Евы в раю, упоминаний о том, что они непосредственно видели Бога, здесь нет, однако они слышали Его голос. Дальше могут быть только произвольные рассуждения. В Библии также написано, что Господь говорил с Моисеем лицем к лицу. Однако в этом тексте Второзакония мы, скорее всего, имеем дело с метафорой, выражающей близкое общение Моисея с Богом, общение, которого не было ни до того момента, ни после него, согласно книге Второзакония. Поэтому в этом есть что-то уникальное. Нам известно, что когда в Исходе Моисей видел славу Божию, он стоял в расселении скалы и видел Бога лишь сзади, а лицо его не было видимо. Такую встречу, встречей лицом к лицу в нашем обыденном понимании, вряд ли можно было бы назвать. Для верующих Писание представляет это делом будущего, эсхатологической перспективой. Однако существует древний пистемиологический принцип, который формулируется примерно так, подобное видит подобное. Формально он обозначен термином коннатуральность. Таким образом, если нам надлежало бы познать Бога настолько, насколько Он желает, чтобы мы Его познали, настолько, насколько Его вообще способен познать человек, тогда мы должны были бы прославиться. Это то, о чем говорится в Римлянам 8. В земной же жизни не столько мы знаем Бога, сколько Он знает нас, согласно посланию к Галатам. Мы знаем Его лишь отчасти. 1 Коринфянам 13. Наше знание о Боге истинное, но не исчерпывающее. Я ответила на ваш вопрос? С пасторской точки зрения могу добавить следующее. Вот почему значительная часть евангельских рассуждений о том, что такое иметь личные взаимоотношения с Богом, больной вопрос. Нам кажется, что отношения с Богом можно уподобить отношениям с лучшим другом или супругом. Они общаются с вами, вы с ними. Никто из нас, конечно, ничего подобного не переживал, но убежден в том, что у других христиан все именно так. Ведь об этом проповедуются в церквях и примерно в таких терминах. Но с философской точки зрения подобные рассуждения наивны, ибо Бог не телесен. Да и богословского основания у них нет, так как общение с Богом лицом к лицу это дело будущего, это эскатологическая перспектива и надежда всех христиан. И для пастора это больной вопрос, поскольку общение с Богом представляет собой нечто иное. Лучший друг и супруг во многом открываются нам, познаются нами через язык, тело движений. В результате у нас возникает огромное количество ожиданий, которые опровергаются опытом. На данную тему я писал. Это тот вопрос, который, на мой взгляд, требует корректировки наших евангельских богословских воззрений, как требует корректировки наши эпистемологические подходы к тому, что такое познавать Бога или знать Бога в контексте земной жизни. обзор богословских воззрений, религиозный опыт и развлечения сегодня. Эта работа есть в библиотеке, и написана она была, по-моему, в 1999 году. Есть также книга под редакцией Берри Уэбба, точного названия я, к сожалению, не помню, но в ней есть глава «Опыт богопознания, риторика и реальность». Религиозный опыт и развлечения сегодня. Еще вопрос. Не знаю, какими словами поточнее выразить свою мысль. Можно на иврите, брат мой. Но это к вопросу об актуальности для целевой аудитории. В том числе и для христиан, которые, возможно, подвергались гонениям. Я думаю, что если начинать с Бога, со слов «в начале» и «далее он пришел к своим, и свои его не приняли», и, наконец, он становится близким настолько, что облекается в человеческую плоть, то есть с каждым шагом он становится все ближе и ближе. Не только потому, что творит все, что нас окружает, но и потому, что буквально являет нам себя. Я бы рассматривал эти отношения между Богом и человеком, когда он воплотился и стал подобным нам в качестве опоры. Это должно внушать глубокую надежду тем, кто и сегодня подвергается гонениям за веру. Ведь и сам Иисус испытал нечто подобное, когда облекся в человеческую плоть, был избиваем, и, в конце концов, распят на кресте, дабы по-особенному показать свое отношение к нам. Да, и слова Филиппа «Покажи нам Отца». Разве нам хотелось бы не того же? Разве редко мы слышим, если бы только Бог дал знамение? Но Иисус ответил Филиппу «Видевший Меня, видел Отца». Как же ты говоришь «Покажи нам Отца»? Видите, насколько это актуально? Главное, в межвременной период христофония, а не теофония. Где мы видим свет познания славы Божьей? В лице Иисуса Христа. Так это формулирует апостол Павел. Думаю, в этом огромное утешение. Независимо от того, написано ли Евангелие с целью благовествования или же для поддержки у христиан их веры, общий аргумент остается неизменным. «Знайте цену Христу, ибо имя Его для вас – жизнь». В прологе, как мне кажется, эта идея выражена четко и бесспорно. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com А теперь позвольте несколько слов в отношении прекрасного библейского текста, который описывает Божье пришествие и Божье присутствие. В отличие от Матфея и Луки, Иоанн не представляет нам подробного родословия. Однако, подобно остальным евангелистам, в том числе, кстати, и Марку, пришествие Христа он помещает в общий контекст истории спасения. Мы видели это в Луке 1 и Матфея 1. Марк же практически сразу напоминает нам Исайи 40 с отраженными в этой главе ожиданиями. И пусть не прямо, но Иоанн об этом говорит. В первых двух стихах упоминается Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога. За этим следует история сотворений. Все в соответствии с библейским сюжетом. Бог, затем творение, и далее через Него все начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. В пятом стихе многие богословы усматривают аллюзии на грехопадение. В частности, в противостоянии света и тьмы, которая не объяла свет. В стихах 6, 7 и 8 пред нами предстает Иоанн Креститель. Он пришел для свидетельства. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Израиль отвергает его, о чем говорят стихи с 9 по 11. Пришел к своим, и свои его не приняли. Однако были и те, кто принял его. Стихи 12, 13. А тем, которые приняли, его дал власть быть чадами Божьими. Кстати, в этих стихах 11 и 12 задана структура всего Евангелия от Иоанна. В главах с 1 по 12 Иисус обличает мир, который его отвергает. И далее, в главах 13-17 Иисус являет себя своим, которые его принимают. Так что упомянутые стихи дают некое представление о структуре этого Евангелия. Затем в стихе 14 звучит восхитительное подтверждение воплощения. «И слово стало плотью и обитало с нами полное благодать и истины». Те же выражения, что в исходе 33-34. «Это уникальный сын, единственный сын, единородный». Стих 14. В 15 стихе пред нами вновь предстает Иоанн Креститель как свидетель об этом сыне. Именно от его полноты мы приняли и благодать на благодать. Стих 16. В 17 стихе звучит противопоставление. «Закон, дан через Моисея, благодать же и истина, произошли через Иисуса Христа. Иисус же тот, кто явил Отца. Он определенно тот, в ком Отец явился людям». «Экзаго», греческое слово, от него происходит слово «экзегетика». Иисус – олицетворение Отца. В английской стандартной версии это переведено так «Единственный Бог, сущий в недре Отчим». И это вполне обоснованно, надо сказать, поскольку в сексуальной критике при наличии разных вариантов принято обращаться к наиболее сложному тексту, который переписчики, скорее всего, его как-то обработали. Так вот, выражение «единственный Бог» вероятно и было изменено на «единородный Сын». Во избежание смешения понятий «Сын» и «Отец». Однако такого смешения бы и не произошло, потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так что тождества и отличия определены с самого начала. Поэтому понимание Евангелия Теоанна требует тринитарного подхода к познанию Бога. Но это уже предметная область систематического богословия. Обратите внимание на динамику движения «Вечность», «Сотворение», «Грехопадение», «Иоанн Креститель», «Израиль» и, наконец, «Верующие во имя Его», как «обновленный Израиль». Итак, «Вечность», «Сотворение», «Грехопадение», «Иоанн Креститель» «Израиль», «Израиль» и, наконец, «Верующие во имя Его», как «обновленный Израиль». Заметьте переход от слова к Сыну, Иисусу Христу. От чего-то абстрактного к чему-то более конкретному. И не просто конкретному, а исторической личности. Все изложено с особым чанием. Равным образом мы наблюдаем переход от закона Моисеева к благодати и истине через Иисуса Христа. Видите эту динамику в нашем тексте? «Вечность», «Сотворение», «Грехопадение», «Креститель», «Израиль» и, наконец, «Верующие во имя Его», как «обновленный Израиль», «Слово», «Сын» Иисус Христос, «Закон», «Моисей», «Благодать и истина» Иисус Христос. Важно помнить, что вся Библия, вероятнее всего, читалась вслух. Что же касается чтения про себя, то, когда Святой Августин в пятом веке, хотя нет, в четвертом, увидев, как Амвройси, епископ Миланский, читает Библию, не шевеля губами, был ошеломлен, ничего подобного он прежде не видел. Мы же во времена книгопечатания воспринимаем это как нечто естественное. Однако, в начале Писание, вероятно, должно было читаться вслух и восприниматься на слух, даже если читалось оно индивидуально. Именно это делал Евнух Ефиоплянин, поэтому Филипп услышал, что читает он пророка Исаию. Мы читаем, Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь. Мысль моя такова. Если читать Библию вслух, то чувствуется кульминационное нарастание. Текст можно просто просмотреть, правда? Чтобы понять, как в общем развивается сюжет, чтение же вслух происходит в более медленном темпе, что позволяет проследить движение к кульминации. Это относится и к чтению Библии в собрании верующих. Что касается актуальности для читателя, то добавлю буквально еще одну мысль. Родословия в Писании играют очень важную роль, гораздо более важную, чем мы это порой осознаем, поскольку в наши дни они определенного решающего значения не имеют, во всяком случае на Западе. В древнем же мире любое новшество вызывало подозрения. А вот наличие родословной, наличие происхождения требовало уже серьезного отношения. Матфей, Лука описывают родословную, а Евангелие от Иоанна возвращает нас прямо к вечности. Все это говорит о том, что Иисус — фигура не новая. на исторической сцене человечества он появляется ни из ниоткуда. Он возникает не вдруг, он кульминация. И наличие у него родословной, наличие у него прошлого снимает всякие вопросы и подозрения. «В наши дни старое, значит устаревшее, известное, неоригинальное, посему да будет благословенно новое». А тогда термин «не новый» содержал в себе глубокий смысл. Друзья, на этом мы заканчиваем. Отличных вам весенних каникул. Встретимся, когда возобновятся занятия. «Музыка» Субтитры подогнал «Симон»